здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня я хочу разобраться в ситуации которая меня очень сильно беспокоит до меня дошли слухи что джей ло и бен аффлек собираются разводиться потом пришли слухи что они не собираются разводиться в общем я запуталась и решила разобраться в ситуации сами они комментариев не дают поэтому я решила воспользоваться своим великолепнейшим инструментом астрологии поэтому вот сейчас мы с вами разберемся с помощью астрологии что же они от нас скрывают на самом деле посмотрим их транзиты и все остальное и вообще в принципе ну вот много интересного для себя я почерпнула разглядев их натальную карту и знаете интернет всемогущий мне помог в этом смысле потому что я нашла их время рождения и его и ее и здесь мы не будем никак гадать на кофейной гуще мы сможем расставить даже дома и расставить все приоритеты и понять кто же перед нами вообще разобраться в их личностях и так далее в общем начнем мы с натальной карты джейлон и здесь я должна сразу отметить что вот передо мной человек но перед нами сейчас человек на вернее натальная карта человека у которого настолько великолепно все в творчестве это ну вот сейчас я вам прям покажу это все вот настолько просто вот звезды сошлись так что она не могла не стать творческим человеком причем популярным известным богатым успешным и так далее как вот и и вместе с этим ну как говорится в одном очень много в другом очень мало личной жизни к сожалению у нее но вот видно что вот единственные красные аспекты которые есть они как раз и говорят о проблемах в личной жизни и мы это все разберем да кстати вот очень полезно это занятие будет для тех кто пытается освоить астрологии со мной с моими мини курсами либо с кем-то еще это очень полезное занятие будет для того чтобы научиться разбираться совместимости и вообще в личностях людей да поэтому давайте вот я вам сейчас обоснула почему я считаю что у нее очень успешная карьера вот вы видите зеленый треугольничек я на обучении всегда рассказываю зеленые соединения между планетами говорят о том что это значит что планеты договорились а еще лучше когда планеты образуют такой стелью ну либо просто соединяются друг с дружкой и на натальной карте это обозначается вот виде вот этих синих таких как той точек но таких больших точечек да но таких вот объединений планет это значит вот я образно объясняю обычно я называю это как планеты любовнички которые спят в одной кровати они объединяются энергетически и таким образом уже могут с помощью друг друга до взаимодействовать более активно более эффективно в натальной карте и соответственно давать большее количество энергии обладателю этой натальной карты и посмотрите вот здесь у нас стеллиум прямо на mc это причем здесь солнце меркурий белая луна это просто потрясающе смотрите солнце но это получается mc это то чем человек станет известен и здесь прям солнце то есть его эго будет блистать вот это часто встречается у известных политиков вот известных актеров актрис певиц и так далее то есть у нее вообще без вариантов было она должна была стать известной иначе она не не смогла бы вообще жить без этого кроме того смотрите здесь и энергия ей очень сильно способствует она наработала прекрасную карму по предыдущим воплощениям не знаю верите вы в это или нет что мы живем не один раз но придется как-то с этим смириться потому что действительно человек пришел в этот мир с прекрасным знаете вот энергетическим потенциалом вот именно в сфере и обратите внимание mc во льве единственное что сейчас посмотрю белая луна белая луна у нас правда в раке но в последних знаках 26 градусов но тут к сожалению не интерактивная да о чем это говорит о том что энергия у нее еще и рачья ну энергия рака присутствует это душевность это умение заглянуть в души своих слушателей да и и а можно сказать обволакивать вот этим своим твой ну собой собой по сути собой своих слушателей да ну и это 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 потрясающе да когда вот сразу три планеты и на mc причем одна из них солнце одна из них белая луна и меркурий меркурий это интеллект это умение это кстати голос да и вот она своим голосом получается что несет любовь по сути до любовь и и здесь это во льве соответственно лев это известность это ну вообще и солнце во льве сразу просто дает нам актрису до актрису певицу причем певицу потому что это меркурий и он прям на mc поэтому здесь у нее без вариантов но смотрите это же только одна сторона этого треугольника вот этого зеленого да и состоящего из тригонов тригоны это когда планеты договариваются вот здесь получается вот эта сладкая троица да на она туда куда надо попала здесь еще одна сладкая троица попала тоже туда куда надо второй дом это дом ресурсов ну то есть 10 дом это дом карьеры дом известности и здесь вот как раз получается mc все прекрасно заполнено здесь дом ресурсов дом ее денег и вообще в принципе ну луна здесь говорит о том что она очень зависимо от своего финансового состояния у нее прекрасно поднимается настроение когда у нее есть деньги и когда денег нет она может немножечко впадать меланхолию да кстати ну ладно асцендент не буду говорить не буду тратить времени значит смотрите в плане зарабатывания денег она очень любит это дело и любит когда денежки к ней приходят кроме того здесь у нас марс говорит о том что она обладает хорошей активностью для того чтобы зарабатывать деньги но получается прекрасная охватка до для того чтобы получать свои ресурсы и здесь нептун конечно немножечко может портить как говорится небольшая ложка дегтя ну хотя в принципе смотря как на это посмотреть потому что когда нептун во втором доме я всегда считаю что это человек склонный немножечко как к транжирство ну вообще в принципе нептун это высшая октава луны да и она немножечко вот нас уводит боль в иллюзии да и получается и луна и нептун здесь находится и это говорит о том что она очень сильно любит когда к ней приходят деньги и любит их с удовольствием потратить вот перед нами женщина в кубе в квадрате в абсолюте что еще можно сказать и кроме того асцендент у нас в весах да то есть женщина женщина вот просто вот я смотрю на нее и вижу перед собой вот человека который действительно обладает женскими качествами да мы мы все девочки любим тратить деньги и в общем то ну хотя может не все ну ладно в общем это философия а да значит и это мы разобрали только от вот получается две стороны до этого треугольника но еще у нас 3 вершина можно сказать еще одна этого треугольника в пятом доме и в пятом доме находится узел то есть творчество она должна прийти к своему творчеству она должна ну это ее предназначение и в принципе это хорошо что человек почувствовал свое предназначение еще ну она давным-давно занимается до своим творчеством то есть она очень творческий человек ей нужно это все выплескивать пятый дом это влюбленности творческие какие-то процессы имиджевые вещи и пятый дом это еще и дети и здесь вот получается вот когда мы ведем разговор о творчестве до творчество у нас вот когда складывается вот этот в этот треугольник да отдает вот энергию получается на известность отдает энергию на деньги ну и соответственно получает еще потенциал до чтобы творить и здесь вот это все складывается просто потрясающий в этот треугольник да и еще смотрите вот вот отсюда идет еще один треугольник который на 11 дом я не знаю чем она заработала такую прекрасную творческую карму но это это просто потрясающе когда еще один стеллиум планет находится в одиннадцатом доме 11 дом это дом везения дом ангелов-хранителей дом друзей которые приходят в нужное время и помогают дом подписчиков для блогеров например дом фанатов для актеров для певцов и здесь получается что фанаты у нее просто мощнейшая сила тут плутон находится уран это непредсказуемая мощная сила и юпитер юпитер это расширение это стоит ей вот включить вот эти свои способности и эти желания зарабатывать и желание прославиться да и у нее находятся фанаты и причем это мощнейшая непредсказуемая сила это социум и и встречается аплодисментами то есть вообще в принципе вот но я я не знаю вот в плане творчества это везунчик в кубе в квадрате в абсолюте да но смотрите вот здесь от нашего предназначения пятого дома до идет оппозиция к плутону и что это значит ну как я уже сказала плутон это фанаты это мощная энергия от фанатов и почему у нее нет детей джейло нет же нас своих детей возможно она просто боится потерять своих фанатов я не знаю тут вот оппозиция она всегда либо ты либо я либо вот я иду сюда либо я иду туда это перетягивание одеяло между двумя планетами и здесь получается перетягивание между плутоном и узлом узел находится в пятом этот в одиннадцатом и соответственно ну вот такая вот ситуация не знаю по какой причине она ну это возможно ее какие-то страхи возможно действительно есть какие-то объективные причины того что нельзя прерывать вот этот поток творческой деятельности либо ну она возможно понимала что они могут забыть или от нее могут отвернуться и так далее то есть здесь вот получается что в плане детей вот по пятому дому она не реализовывается но в плане как раз вот творчество она реализуется на 200 процентов да и ну получается что перед нами очень счастливый человек в творчестве но но вот в личной жизни смотрите вот единственные красные три аспекта и они все про личную жизнь вот я сказала про детей до получается влюбленности тоже это ну это под каким-то знаете ее влюбленности они видимо всегда рассматривались под микроскопом да и даже сейчас вот мы узнали о том что они якобы разводятся с беном аффлеком и у меня как у фанатки джейло возникли вопросы а как это вы разводитесь на даже разобраться да ну то есть вот получается что все люди слишком лично воспринимают ее жизнь да и ей приходится в какой-то степени отчитываться за свои какие-то увлечения может быть да вот ну вот как-то она под прицелом нашего внимания да и это играет может быть в какой-то степени злую шутку кроме того смотрите у нее от плутона идет квадрат к венере это говорит о том что она немножечко вот у нее как сказать ее увлечение всегда как бы идут в разрез к тому что она на самом деле хочет она сама себе разрушает вот влюбляется не в тех кого надо и сама себе разрушает ну вот вот свои какие-то свою личную жизнь ну вот такая вот не очень интересная ну как бы не очень хорошо когда квадрат плутон венера знаете я это часто характеризую как и кого знаю не хочу кого хочу не знаю когда мы влюбляемся не в тех мужчин да и сами получается идем вот на эти грабли и наступаем но знаете вот еще что меня очень сильно беспокоит это сатурн который находится в седьмом доме то есть это влечение к мужчинам которые склонны к доминированию до либо к холодным мужчинам и самое неприятное то что это квадрат от солнца идет солнце квадратирует как раз на этот сатурн получается что она всегда выбирает холодных мужчин и это и корни имеет от ее отца вот я не в курсе ее личной жизни настолько но скажите мне пожалуйста что не так с ее отцом вот от отца ушла пошла установка на то что надо любить недоступных надо любить каких-то холодных над надо долго добиваться до мужчину надо ему долго нравится ну то есть надо заслужить его любовь вот какие-то такие комплексы они пришли от отца и что это такое объясните мне пожалуйста что за отец уже у джейло вот поэтому понимаете у нее с личной жизнью к сожалению вот так вот да и мы с вами имеем то что имеем человек абсолютно успешный в творчестве и настолько же невезучий можно сказать в личной жизни данном в общем такая картина передо мной предстала теперь давайте посмотрим по поводу бена аффлека здесь меня потрясло знаете то что смотрите большая часть планет находится в нижней части его натальной карты неужели он такой интроверт вот перед нами человек интроверт в кубе в квадрате в абсолюте это просто я я не ожидала честно говоря это красавчик это актер который не может быть интровертом но как такое возможно вот для меня конечно это было открытие ну ладно значит что еще стоит отметить ну вот мы все знаем что он пристрастился к алкоголю и что это выдает марс квадратик нептуну марс получается у нас в деве и в третьем доме это говорит о том что почему вот что становится толчком для его алкоголя алкоголизма а это его близкое общение он как дева марс в деве да он отмечает мельчайшие детали мельчайшие нюансы он такая птичка мозгоклюйка в этом смысле в плане продвижения вперед а вот марс у него находится в третьем доме то есть это общение да он общаясь чувствуют какие-то тонкости в общении и его это возможно расстраивает и он таким образом уходит от этих расстройств вот ну как бы вот вот таким способом да ну что тут я не хочу давать какую-то оценку да просто я пытаюсь выяснить вот что у нас что мы видим да ну ладно в общем и кстати вот нептун у нас тоже в пятом доме почти в шестом ну вот как раз из-за алкоголя он выпадает из вот это из своего процесса творчества тут еще у него по творчеству идет лилит то есть получается что энергия уходит очень много на какие-то не те вещи человек талантлив но часто не позволяет себе вот как то не то что не позволяет а часто бывает незамеченным по творчеству потому что на лилит вот у нас такой вампир энергии ну ладно в общем долго о них не хочу ну вот разбираться здесь так 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 что самое главное хотела отметить значит я хотела разобраться чем они друг друга привлекают да какие дома заполняют друг другу а это кстати вот будет очень полезно вам сейчас вот вместе со мной пройтись по этим аспектам потому что вот в каждой вот этой синастрии да когда я разбираю например на консультации да я ставлю ну сначала одного человека середину круга а второго снаружи ну вот те кто понимает немножечко в этом вот внутри натальная карта дженнифер лопес а снаружи натальная карта бена аффлека и следующим слайдом у меня будет наоборот внутри бен аффлек снаружи джейло и мы посмотрим сначала относительно дженнифер лопес какие какими планетами он заполняет но в принципе тут аспекты мы видим что по аспектам как планеты друг с другом договариваются получается когда мы накладываем одну карту на другую здесь происходит взаимодействие между планетами и потому какого рода взаимодействие между ними происходит мы тоже можем сделать определенные выводы и сколько этих взаимодействий чем больше взаимодействий неважно красных зеленых тем больше людей друг другу тянет это такой очень важный момент да по красным аспектам они друг друга редактируют да они друг друга учат они друг друга но создают друг с другом конфликтные ситуации и если выходят из них то их их отношения их любовь крепчает по зеленым аспектам все происходит само собой увидел полюбил и ну как говорится все прекрасно здесь получается я посчитала их аспекты между и и получается что зеленых аспектов 6 к зеленым аспектам мы относим и соединение планет вот эти вот синие точечки да вот о которых я говорила когда мы смотрели карту дженнифер а и получается что позитивных аспектов у них 6 и негативных аспектов у них три значит ну давайте пройдемся сначала по аспектам а потом пройдемся потому кто кому какие дома заполняет то есть какие потребности партнеры удовлетворяют друг другу понимаете для чего я ставлю карты сначала в середину одного потом в середину другого и смотрим кто кому какие потребности закрывает потому что каждый партнер каждый человек взаимодействуя с другим человеком они закрывают определенные потребности если мы не закрываем друг другу и каких-то потребностей мы ну как бы не нужны друг другу до нас судьба сводит для чего-то для чего мы это все понимаем по натальным картам и так давайте посмотрим по аспектам сначала красные вот получается так луна дженнифер в квадрате к марсу а так где у нас луна дженнифер вот вот этот аспект квадрат к марсу африка да значит что это эмоциональная нестабильность возможно агрессия нервные выпады раздражительность со стороны бена да то есть получается вот это вот такой напряженный аспект но а ее луна ее же луна секстиль и к его плутону вот смотри так сейчас так секстиль это вот коротенькая линия вот смотрите вот это вот коротенькая линия получается что вот эти самые выпады они трансформируют их обоих понимаете вот плутон это трансформатор и здесь уже позитивный аспект то есть получается вот эти нервные выпады дают им обоим прекрасный рост особенно кстати бену хотя в принципе ей тоже то есть вот этот позитивный аспект говорит о том что это на пользу понимаете это первое дальше луна африка тоже кстати в этом так где его луна вот его луна это же идет квадрат к к меркурию к меркурию и вообще к этому всему скоплению планет но в принципе что это говорит а его может раздражать ему может не нравится эмоционально вот так скорее сказать потому что раздражает обычно по марсу так вот ему может не нравится ее мышление то как она говорит и кстати может быть даже ее голос вот как ни странно я не знаю он явно не поклонник ее творчество ну вот и судя по этому сочетанию не знаю почему ну вот такая вот история да ну возможно потому они не сошлись раньше до что он как бы посмотрел на нее и понял что это не не совсем то что ему нравится да но и вот так вот соответственно да что еще ли еще неприятный аспект в том что лилит дженнифер да вот и и лилит и от нее идет квадрат к чему к урану к урану африка и это значит что ну вообще когда у партнеров цепляется лилит то это значит что обладатель лилит в прошлом извините за такие сравнения но все таки давайте не будем тогда про прошлые жизни да ну давайте я скажу что получается что кармически африк ей должен ей должен вот какие-то получается если это уран то свою оригинальность он должен вот получается вкладывать дженнифер да ну что поделать вот такая история причем смотрите его лилит никак не связан с ее планетами то есть она ему ничего не должна он ей должен вот вот как ни странно понимаете вот в этом союзе больше задолжал как говорится именно бен вот теперь по позитивным аспектом хочу пройтись потому что ну вот один позитивный аспект мы уже затронули даты и и луны к его плутону то есть трансформация на пользу а значит дальше юпитер и уран джей а значит юпитер и уран джей где он у нас юпитер и уран вот пожалуйста вот это вот все вот это крупная точечка до соединены с плутоном а значит что так 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 ее оригинальность успех с его энергией очень хорошо сочетаются да то есть получается что его в какой-то степени трансформация которая благодаря ему происходит в ее жизни да и вот то же самое то что они так долго друг с другом не сходились это как раз и есть вот трансформация когда у людей что-то не складывается но они в душе очень любят друг друга получается что для дженнифер это был такой экзамен ну и для него тоже в общем то они пытались строить отношения с другими людьми очень долгое время и только вот в каком возрасте да они сошлись и это вот как раз и есть вот та самая трансформация которая была необходима дженнифер и которая была необходима ему да то есть получается меня вот это вот все и есть вот вот эта самая трансформация да вот эти соединения дальше венера дженнифер в соединении с сатурном африка а здесь у нас получается что он то что надо вот мужчина моей мечты знаете вот такая вот история потому что венера это то что мы хотим и сатурн когда вот в соединении с этой венерой до сатурн он ограничивает он пытается придать структуру он со своими правилами но соединение говорит о том что у дженнифер есть установка что мне именно такой мужчина и нужен вот я именно такого и хочу мы помним что у нее квадрат с плутоном да вот она любит холодных мужчин да вот получается ну и вот это вот все она как раз вот соответствует его вот эта холодность она ей как раз вот примут бальзамом на душу то есть вот эта неприступность холодность попытка построить под свои правила и так далее то есть вот при том что это ну казалось бы для многих это неуместно да это для многих кажется совсем не тем но для нее это то что надо понимаете дальше и венера африка секстиле с сатурном получается так где венера африка так 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 вот его венера и она находится в секстиле с сатурном дженнифер понимаете вот этот самый сатурн который квадратирует в ее натальной карте он находит как раз вот секстиль с его венерой и а получается еще раз как раз вот он заполняет ей вот таким образом ее дом партнера да и вообще она для него тоже то что надо она со своими правилами тоже может его как-то ограничивать или еще как-то но ему именно это и нужно от женщины понимаете то есть они вот в этом смысле нашли друг друга и они должны были быть парой и поэтому я прям ну в восторге от того что получается оба хотят женить бы да оба друг для друга хотелки до которые хочу только себе да вот такая вот у них история поэтому дальше ее солнце в тригоне с его нептуном так ее солнце и его нептун а вот вот эта зеленая линия тригон до получается что это она помогает ему разобраться в его трудностях да вот получается что она ну вот своим солнышком своим эго проникает его подсознание освещает его в страхе до его вот эти заблуждения да то есть вот здесь вот как раз очень позитивный аспект она не тюкает его там пока не квадратирует поэтому непту ну который и так у него там с марсом помните до проблемы она как раз вот своим солнышком его нептун озаряет вот его страхи вытаскивает наружу помогает с ними разобраться то есть получается что и он и он углубляет ее солнышко понимаете вот здесь вот как раз он своим внутренним вот этим вот ну они разбираются в его вот этих иллюзиях может быть его алкоголизме да но он ей тоже помогает его ее солнышку становиться мудрее наполняет ее какой-то вот этой божественной искрой потому что нептун он у нас натальной карте как раз отвечает за божественную любовь за самую глубокую любовь и это опять таки получается что с его стороны божественная ну просто безусловная любовь к ее личности понимаете и это тоже большой плюс в их отношения и ее нептун секстиле с его узлом смотрите вот это вот тоже ее нептун тоже ее вот это божественная любовь которая в ней ну каждый в каждом из нас по сути нептун это наша душа вот я и говорят что это планета иллюзий там заблуждение и так далее но это наша душа на самое это самая чистая энергия да она может быть претерпевает какие-то видоизменения пока там наш материальный мир проникнет но тем не менее это вот прям самая глубокая самая божественная что в нас сидит и получается что она вот этим в его предназначение наполняет его предназначение северный узел да и он получается его дело жизни наполнять ее душу да ну поэтому здесь вот прям знаете люди которые нашли друг друга я в восторге от их совместимости от всего ну давайте разберемся кто кому что дает какие хотелки заполняют да и что он он ей изначально давайте пройдемся сначала вот по внешнему кругу его планеты в какие ее дома попадают и соответственно делаем выводы значит что вот луна попадает в ее первый дом то есть он эмоционально ее под самооценку поддерживает потому что первый дом это про самооценку про личность и он эмоционально ее очень хорошо поддерживает но лилит здесь же то есть еще с одной стороны поддерживает с другой стороны вам перед все таки вот лилиту его никуда не денешь он в любом случае в какой-то дом попадет и здесь получается что он одной рукой дает другой забирает вот такая вот интересная история то есть он ей и плюс и минус дает по самооценке по личности ну и вообще вот потому как она себя ощущает второй дом нептун то есть получается что помогает ей тратить деньги красивых до нептун это вот как раз про расходы и но она и и сама транжира знат ну и он ей получается что помогает в этом смысле знаете вот красиво да вот с удовольствием с чувством с толком с расстановкой дальше третий дом это дом общения близкого общения и он ей заполняет сразу тремя объектами она не не совсем планетами потому что северный узел это не планета это . поэтому ну вот сразу тремя объектами заполняя это говорит что он для нее очень хороший собеседник он с ней проводит какие-то беседы да и это ей дает опять-таки какое-то наполнение да и что же это во-первых это у нас юпитер на то есть социально ну вот получается общение с ним дает ей какую-то социальную поддержку можно сказать да то есть глазах социума она становится более значимой дальше белая луна это энергетическое наполнение то есть он ей дает энергию да вот как-то и предназначение это ну получается что его предназначение общаться с ней до близко общаться до дальше здесь вот мы видим что не заполняет к сожалению пятый дом что говорит о том что все таки нет с ее стороны вот такой вот привязанности к нему вот как ни странно вот понимаете вот прям любую любовь 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 морковь вот знаете такая вот чтобы бабочки в животе вот такого к сожалению я не вижу да ну ладно идем дальше значит 8 дом это я отношу это к сексуальным отношениям давайте это пропустим да это как бы не очень прилично будет но все-таки дает ей такую стабильность да вот в этом смысле а дальше венер очка у нас в девятом доме 9 дом бога то есть дает вот своим присутствием в ее жизни он дает ей ощущение того какой-то наполненности душевной да красоты что ли внутренней да вот как-то так дело делает внутреннего бога более красивым что ли да а дальше дает много философии кстати вот в этом смысле да но смотрите много планет у нас в десятом доме то есть наличие бена в жизни дженнифер позволяет ей ощущать себя более реализованные по карьере смотрите здесь и его солнце то и его меркурий и его марс то есть его достижения суд ну вообще в карьере его достижения до получается его его но то что то чего он достиг это для нее является таким знаете еще дополнительным стимулом для того чтобы признать ее достижение да то есть еще одни одна ступенька которую она прошла для того чтобы стать еще более реализованы еще более успешной да то есть это вот на карьеру очень хорошо влияет их союз дальше смотрите он как ни странно вот при его квадратик ее меркурию да ну вот я предположила что ему не нравится ее голос но все-таки он ее фанат я не знаю как это возможно что он фанат нее вот способности да она вообще трудоспособна не необыкновенно и вот может поэтому ну вот по какой-то причине он как раз плутоном еще раз заполняет ее уже заполненный плутоном 11 дом то есть по сути это еще одна энергетическая подпитка от еще одного мощного фаната то есть ну вот так вот и его оригинальность спрятана в двенадцатом доме его оригинальные какие-то мысли может быть какие-то предложения да какие-то вообще в принципе его способ как-то выделиться до для нее очень сильно питает ее ее бессознательное ее какие-то вот глубинные процессы да и вот она смотрит на него и наполняется творческими какими-то глубокими своими познаниями то есть ну в общем вот так вот он на нее влияет теперь дальше как она на него влияет и здесь получается что так 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 что она ему дает и так в первом доме у нас и вампиризм и подпитка энергии то же самое как и он ей да и дает и забирает и здесь та же самая история получается кстати он еще и рак по асценденту и поэтому рыбы вот кстати как у ходорковского я когда посмотрела и я сказала что надо остановиться духовным лидером ну вот и у бена та же самая история получается рак по асценденту mc в рыбах то есть это прямо глубокий внутренний мир ему надо вот прям себя углубиться там что-то найти и вот выдать на гора что называется надо но вот получается по личности она его и наполняет и забирает но тут еще у нас и а солнышко уже идет во второй дом солнышко и меркурий во второй дом то есть она ему дает энергию в плане ресурсов да и меркурий то есть интеллектуальная она ему под она ему помогает зарабатывать деньги как ни странно да дальше вот много планет в пятом доме пятый дом это как раз вот семья это династия это ну получается корни и она ему дает получается ну как она для него семья до династия социум оригинальность вот получается она ему заполняет вот эта потребность в семье потребность корнях она прям для него такой вот знаете основа основ вот очень хороший показатель для отношений да и смотрите все таки здесь я вижу что он в нее влюблен она ему наполняет луной пятый дом то есть эмоциями вот влюбленность до марс ее активность и и кстати секс тоже и нептун то есть вот в плане влюбленности он я так предполагаю что больше в ней нуждается чем она в нем вот как ни странно я конечно думала по-другому кроме того прям на эмси она вот получается на том что вот является самым большим делом его жизни она встала своим северным узлом то есть она освещает ему по сути его дело жизни да и он ей тоже своим делом жизни освещает ее предназначение они прям вот знаете нашли друг друга реально на дальше в 11 дом она попадает ему сатурном но здесь очень хороший аспект вот сатурн сама по себе планета может не очень хорошая да и она вот как-то больше про квадратная про то что все должны ходить шагом таким как я скажу да она но все-таки хороший аспект получается ну и вообще в принципе вот она ему дает какую-то стабильность в плане везения да и ее венера попадает в 12 дом то есть как-то скрытые эмоции до старается не очень показывать и так далее но все-таки она ему наполняет этот самый 12 дом своими вот своими симпатиями своей красотой и так далее да ну вот получается такая история но давайте все-таки пронаблюдаем что же у них происходит сейчас в их жизни ну вот почему возникли такие вопросы почему у всех вот так а это у нас а сейчас какие транзиты да вот этот да я просто поставила слайды и смотрю тут что за слайд я просто еще потом хочу посмотреть слайды по их свадьбе как там у них что происходило и так сейчас транзиты у лопес те которые имеют значение да значит смотрите от плутона идет оппозиция к солнцу от транзитного плутона так где оппозиция к солнцу это говорит о том что ну вот сейчас как раз произошел какой-то скандал да она там выпустила фильм и многие фанаты нашли в нем несправедливость там вранье с ее стороны и вот ее начали хейтить да и вот это как раз очень четко отражается в ее транзитах смотрите а получается плутон то есть эти самые ее фанаты которые ее очень сильно поддерживают встали в оппозицию к ее эго и вот это вот такой интересный аспект который но получается что может привести к разрушению ее эго имиджа скандалы разборки вот это вот как раз и есть вот этот аспект как как долго он продлится он начался с февраля двадцать четвертого года и закончится в декабре 25 то есть вот этот скандал он ну да может его там как-то за он утихнет и там неизвестно как он будет прям он может быть волнами потому что это несколько касаний вообще вот я когда на консультации я прям вот эти все фрагменты этих касаний я прям называют даты да но здесь я просто не хочу сильно затягивать и говорю что это закончится в декабре двадцать пятого года вот и вот эти все касания вот именно вот такие вот оппозиционные да они закончатся в конце 25 дальше так 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 негативные еще аспекты юпитер в оппозиции к нептуну опять-таки социум стал так 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 вот вот это вот видите так юпитер вот он и он встал в оппозицию к ее нептуну а социум ополчился на нее за что за ее обман понимаете вот пожалуйста вот они аспекты да это значит 5 с 5 до 12 мая этот юпитер он быстро проходит и поэтому вот это вот произошло да вот это событие начиная с 5 до 12 мая не знаю когда это обнаружилось вот поправьте мне если что ну вот этот аспект у нее был именно вот в этот период дальше юпитер в позиции к луне опять таки эмоционально ей это тяжело переживать да опять таки это социум ополчился на ее эмоции ее эмоции тоже на социум да и когда это было у нас так 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 с 21 до 29 мая 24 года а вот вот этот аспект да получается сначала ее обман привел к тому что социум на нее ополчился а дальше реакция идет на то что она тоже психанула там где ей не нравится да вот пожалуйста луна в оппозиции к юпитеру а дальше значит квадрат от узла к лилит а значит что у нас где у нас вот он квадрат от транзитного узла к ее лилит до хороший соблазн для того чтобы там вот приукрасить правду да ну вот прям четко вот та ситуация за которую на нее все ополчились да получается соблазн схитрить вот действительно так и есть потому что лилит это про то что не хватает энергии надо где-то ее добрать а как добрать с помощью обмана манипуляции так далее то есть вот она пожалуйста вот он этот квадрат а значит это было у нас он продолжается получается 7 марта до 4 июня 24 года 4 июня пропадет потребность в этом обмане и соответственно может быть ситуация родную ситуация разрулится раньше потому что а хотя нет вот оппозиция плутон солнце довольно длительная такая ситуация ну и она будет все-таки не мытьем так катанием будет все равно сейчас проходить трансформацию ее эго к сожалению и с помощью как раз ее фанатов дальше хорошие аспекты тут тоже есть от того же самого плутона который получается бьет по ее эго идет хороший аспект вот видите вот эта зеленая линия вот вот от этого самого плутона это у нас три гонщик идет а значит на юпитер даже при том что ну вот получается здесь у нас такая негативная история и все по ее эго ну можно сказать многие пинают ее эго сейчас да но все-таки социально ее это не сломит и наоборот возможно что это даже сработает на плюс если она это все хорошо выдержит это даже такая вот знаете стабильность больше вот она когда переживет она как раз больше укрепиться можно сказать в социуме и это как раз идет какое-то новое становление и и возможно какие-то ее действия укрепят ее позицию потому что плутон с одной стороны ее бьет по эго с другой стороны ее усиливает в плане социума и этот аспект у нас с апреля 23 года начался это раньше началось да то есть вот этот аспект он смотрите получается вот позитивный вот этот аспект начался раньше еще в двадцать третьем году и до декабря 25 года будет а вот этот аспект начался потом да то есть сначала ей везло и она кстати вот она работала над этим фильмом до который привел к скандалу и это как раз хороший аспект да и у нее была прекрасная возможность но как видите был соблазн где-то схитрить да и она схитрила и вот пожалуйста оба все на нее обозлились и вот злиться на нее будут до до конца двадцать пятого года как и везение тоже все равно будет вот поддержка какая-то тоже до конца двадцать пятого года вот такая вот история по дженнифер да еще от тригон от нептуна к луне это тоже хороший аспект даже при всех этих негативных так где ее луна где ее луна вот луна и тригончик а вот нептун вот луна тригон от транзитного нептуна к ее луне то есть при всех вот этих вот негативных аспектах все-таки ну что называется божественная любовь и вообще в принципе любовь всех нас она никуда не денется и она все равно греет душу джей луна и все равно она это чувствует она это знает и ее это очень сильно поддерживает поэтому с джей луна будет все в порядке она переживет этот сложный период и у нее вроде бы как все хорошо знаете меня очень сильно забеспокоил аффлек когда я посмотрела его транзиты вы знаете у него прям целых четыре негативных аспекта которые начались получается по разным оценка но разные периоды смотрите квадрат сатурн сатурн вот пожалуйста вот этот квадрат это у нас возможно какие-то долги вопросы дисциплины ответственности вот получается у него это вот с 13 мая до 16 августа 24 года и потом еще феврале 25 будет касание такое же то есть у него сейчас какие-то проблемы реально и то что вот сейчас возникли вот эти вопросы с их разводом я не знаю звенья это одной цепи или нет но вот сейчас у него как раз такой довольно сложный период и он сейчас как раз отвечает за свои долги вот как ни странно а дальше квадрат уран солнце значит от урана транзитного где у нас транзитный уран а значит а так дождите уран солнце так 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 где а его суббот а да да вот вот этот квадрат квадрат уран солнце это у нас неожиданность и его какая-то неожиданность в его жизни произошла и его за это вот сейчас получается по эго тоже он проходит сейчас показательную упорку то есть это у нас с июня 23 года началось а вот кто в курсе вообще их жизни вот скажите что там произошло в июне 23 и до марта 25 у него будет вот это вот по эго какие-то неожиданности какие-то провокации будут в плане вот его эго не знаю что это такое но опять таки может быть вы мне поможете в комментариях да и расскажите что это такое у них дальше квадрат нептун юпитер это у нас от нептуна идет квадрат так вот вот это вот к его юпитеру а значит фейки по месту в социуме получается фейки какие-то а кстати вот эта история про то что возможно про развод возможно это как раз и есть вот эти фейки которые бьют и по его социума по его получается у него юпитер в шестом доме по его работе да то есть но какие-то вот истории которые могут вмешают ему его работе которые ставят под вопрос его репутацию и так далее то есть вот такие вот истории да это у нас когда с июня 23 до января 26 но опять таки это касание вот но это вот когда я более подробно разбираю натальные карты я прям даю даты конкретные дан здесь я не буду просто вас утомлять этими датами потому что для вас они ничего не скажут а вот когда это на консультации я делаю тогда люди вспоминают а вот это произошло тогда а вот это произошло тогда это как правило попадает вот именно в эти касания а здесь ну как бы вот общая общая такая температура по больнице вот закончится это все в двадцать шестом году в начале 26 в январе значит и еще один оппозиция нептун-плутон а вот так где у нас так 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 вот нептун-плутон но то есть у него много и оппозиции и ну вот и красных и зеленых линий да как вы видите у него прям очень бурное сейчас время но самые важные аспекты вот я кстати должна объяснить самые важные аспекты это аспекты от трансурановых планет и от планет которые движутся медленно это юпитер это сатурн да и вот если вот эти планеты как-то позитивно или негативно аспектируют на на планеты натальной карты вот это говорит о том что какие-то очень важные события в жизни человека происходят и вот мы видим что сейчас у бена просто ну мега такой вот прям сложный период сложный или какой-то вот прям прорывной вот очень такой насыщенный вот скорее периода когда вот все планеты особенно трансурановые целых четыре касания по трансурановым планетам это прям очень мощно это прям знаете такой вот переломный момент в его жизни да и значит оппозиция нептун плутон с мая 24 до марта 26 обманы могут приводить к каким-то трансформациям ну и соответственно вот возможно кстати вопрос алкоголизма может в какой-то степени встает прям ребром либо я не знаю что ну в общем сейчас у бена период намного сложнее на самом деле чем у дженнифер вот как ни странно я не ожидала я думала что как раз наоборот а я вижу что у него просто настолько сложный и непонятный период я не знаю как он это все переживает и вообще когда вот такое количество вот таких вот аспектов да у человека может просто снести крышу но опять-таки это все по-разному воспринимается да что для одного потолок для другого пол может быть да но как бы вот такая вот история и хороший аспект тоже у него есть секстиль плутон нептун так где у нас это зелененький так 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 а вот вот это вот от плутона идет хороший этот аспект это сейчас как раз идет у него трансформация души вот как ни странно да вот через эти все сложности а вообще в принципе вот наша душа она лечится как раз через сложности если бы не было сложностей мы бы никогда в жизни с собой не занимались ничего бы не делали человек по своей сути ленив да и получается что все таки вот все это что и на него сейчас навалилось это все ему во благо и от этого его душа становится намного более наполненной да и я надеюсь что он выйдет из этого всего с большим плюсом и значит что еще так ну по их свадьбе еще интересно сейчас буквально пару слов скажу потому что мне было интересно начались вот эти все сложности у них тогда ну я вижу по датам что они начались после да уже спустя там год спустя два года да вот у дженнифер позже начались у него раньше но спустя какое-то время но мне было интересно что за аспекты были во время свадьбы и вообще в принципе что ну вот они каждому из них какие у них были внутренние ощущения в момент когда они когда у них была свадьба да и давайте посмотрим значит по африку что мы видим значит оппозиция венера юпитер транзитная венера по его юпитеру получается он честно говоря он не особо хотел менять свой статус дальше оппозиция селена так селена солнце знаете даже по его эго это очень сильно цепляла и оппозиция узел лилит здесь тоже как бы не очень ну как бы он не видел никаких плюшек от этого понимаете вот столько оппозиции у него но смотрите тригон луна венера все-таки вот от луны шла хорошая хороший аспект шоу к его венере что говорит о том что все таки ему было приятно это самое событие а секстиль марс венера опять-таки это тоже как раз то что я делаю то что хочу лично все таки он хотел вот как то вот именно в этот день может быть он не очень не ну подождите статус менять не хотел да но тем не менее ему это было приятно вот как как ни странно да да и что еще секстиль нептун узел говорит о том что чувство выполненного предназначения у него присутствовала да ну то есть по свадьбе мы видим что он не очень этого хотел но все-таки в глубине души он этого хотел да а что касается ее что мы здесь видим мы видим всего два аспекта да смотрите ну тригон от тригон нептун нептун получается ухты как интересно получается любовь всей ее жизни или иллюзия да вот получается ну вот прям вот вот это очень важный трансурановый аспект вот то что я сейчас по нему сказала да там ничего трансуранового там просто сиюминутные хотелки не хотелки да а у нее прям именно вот в это время шел аспект тригон от нептуна к ее нептуну это знаете такой очень мощный аспект по моим наблюдениям он происходит вообще вот когда от транзитного нептуна идет аспект какой-то планете это приходит в жизнь человека любовь всей ее жизни это очень важные аспекты я часто когда на консультации вижу вот такой аспект к любой из планет особенно к личным я говорю вы сейчас влюблены или вы сейчас чем-то воодушевлены вы сейчас вот прям ваша душа сейчас занята своим при но не то что предназначением а выполнением своих вот не знаю хотелки души вот самые самые глубокие вот то что как раз касается души и как правило это совпадает вот всегда либо с влюбленностью либо с каким-то творческим порывом но то есть вот самые такие творческие прорывы они по аспектам с нептуном происходят хоть и считается что никто нептун это планета иллюзии прочее прочее но вот как правило это эти иллюзии они не просто так да как поэтому ну вот прям получается что она вышла замуж на этом аспекте она примут знаете вот она горела этой любовью это вот прям это это вот любовь реально все ее жизни и кстати когда они встретились еще интересно посмотреть был ли там опять-таки какой-то аспект от нептуна потому что явно был здесь получается что вот прям зафиксировалась вот эта любовь всей ее жизни дальше так марс в соединении с сатурном да то есть вот пожалуйста добилась добилась до достигла до получается реализации по вот ее сатурн в седьмом доме да получается вот прям все сложилось в этот день да вот она вот схватила птицу счастье завтрашнего дня до поймала да и оппозиция плутон белая луна получается вот здесь вот не очень хороший аспект при том что она как бы удовлетворила свою вот эту любовь всей своей жизни ухватила эту птицу да вот прям все взяла но она отдала часть своей своего везения да по сути ну это вот получается плутон это трансурановая опять-таки планета это прям мощный такой аспект и часть своего везения она отдала что называется в уплату того что получила удовлетворение по получила вот это свое желание данную часть она чего-то отдала и вот возможно что сейчас вот эти вот скандалы они связаны с тем что когда-то ну вот она получается поставила на карту все она удовлетворила свое вот это вот хоть желание да но сейчас вот возможно что какие-то хотя нет уже период невезения у нее должен пройти потому что плутон уже отошел от этого всего да и как бы взял свое количество удачи ну и пошел дальше да но вот так вот что поделать мы что что-то берем что-то отдаем но вот такая вот история надеюсь что вам этот разбор понравился если кстати хотите разобраться в себе в своей паре вы можете пойти по двум путям либо у меня под видео будет ссылочка на мини обучение где вы сможете точно также раза научиться разбираться в натальных картах там я прям очень подробно образно рассказываю как вот это все трактуется вот эти натальные карты как этот круг вообще ну вот это все очень четко понятно вы научитесь разбираться в этом да и вы сможете сами себе разобрать все и себе и партнеров и так далее и вообще потренироваться на окошках и так далее либо вы можете прийти ко мне на консультацию где вам более еще более подробно расскажу каждый аспект и по вам по вашему партнеру по вашим взаимодействиям потому как избегать вот этих конфликтов которые по натальным картам они очень четко видны вообще я я просто восторге я поражена как четко работает натальная карта поэтому пожалуйста пользуйтесь этим инструментом делайте свою жизнь лучше потому что ну я не знаю как я раньше жила без натальных карт как я раньше вообще я сейчас разобралась вообще во всех отношениях со всеми людьми которые мне встречались моей жизни которые были значимы да я вижу как много информации вот мне это все принесло поэтому разбирайтесь пожалуйста в астрологии и будет вам счастье да вот на этой радужной ноте я буду с вами прощаться желаю вам всего самого хорошего напишите свои свое мнение по поводу того что вы думаете по этой паре потому будут ли они вместе в итоге потому что вот у меня конечно по итогу я так вот смотрю у него настолько много проблем да сейчас что я не знаю как он выйдет из этого невзирая на то что действительно они прекрасная пара у них все хорошо должно быть но хватит ли у них мудрости пережить свои сложности да и остаться вместе я надеюсь что хватит потому что ну вот когда смотришь на эту пару ты понимаешь что невзирая на время невзирая на какие-то препятствия да если людям суждено быть вместе то они спустя там года все равно они вместе и настоящая любовь она она настоящая вот это видя эту пару я больше верю в любовь хотя конечно я в нее верю в любом случае но вот они как бы такое подтверждение поэтому любите будьте любимыми я надеюсь что вам этот разбор поможет разбираться и в ваших парах и вообще в принципе поставит ваши ваши какие-то цели на новый уровень да ладно в общем желаю вам всего самого хорошего до новых встреч пока пока